привет всем любителям и профессионалам мы с вами находимся сейчас ташкентском университете транспорта который раньше попросту назывался ташкентский транспортный институт который находится недалеко от вокзала это центральное здание это его факультеты фонтан эти здания старые были построены еще после войны строительстве были задействованы пленные немцы и вот смотрите какое теперь здесь прекрасное место садовник хорошо тут работает стадионы построили сейчас мы прогуляемся другие факультеты посмотрим до студентам приятно тут на переменах наверно стоять кушать свои гамбургеры обсуждать последние новости обмениваться шпаргалками красивое место вот еще хорошее здание все это транспортный институт есть давнишние деревья например вот эти чинары и вот эти вот сосны эти сосны уже современные ну им лет 30 наверно уже большие место здесь хороших до парк настоящий парк академик лицей значит академический лицей какой-то вот спортивный комплекс транспортного института и футбольный профессиональный футбольный клуб локомотив пфс вот так вот ребята команда локомотив здесь у нас может кто-то узнает эти лица вот студенты возвращаются после трудного рабочего учебного дня кто-то занимается спортом кто-то просто кучей сидит в середине стадиона ну вот еще раз посмотрим на центральную площадь транспортного института в окнах отражается заходящее солнце красота настоящий парк парк науки и свиновых технологий и пойдем по аллее к выходу вот такая вот аллея современная двухполосная автомобильная дорога и двойной тротуар для студентов слева и справа вымощенный по последнему слову градостроительного дизайна погода сегодня хорошая 27 ноября такая погода в ташкенте плюс тринадцать наверно где-то вот так вот это вот какой-то курган который еще тут был до сих пор находится а вон там мы видим дом вдалеке где жили достойные люди преподавательница профессор этого института транспортного наталья григорьевна лазарева и ее сын григорий его сын сиро диды и гришина жена уразгуль вон там теперь это все отгорожено забором на приватизировали а раньше это были ведомственные квартиры вон их дом первый подъезд вернее последний ну если справа идти то первый а теперь раньше здесь был пустырь а теперь здесь стадион стадион для какого вида спорта непонятно какой-то квадратный стадион для тенниса что вот вышки для судей вот кошаки выясняют отношения в гляделке играют они кто кого переглядит и перемяукает мяу 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 пока они приблизительно одинаковы боеспособности поэтому никто из них не решается напасть первым это два кота упа я нарушил их поединок ну-ка чего они там решили будут драться или нет кс-кс-кс-кс-кс ну чё опа чёрный уходит посмотрите какой он здоровый ушёл а этот опа чёрный далеко не ушёл просто тому какие-то знаки подал мол я ещё тебе достану а этот белый с чёрным спокойно сидит видимо он хозяин положения как говорится положение и вот это арка вход на территорию транспортного института слева построили уже новый большой дом вот эта площадка по этой улице ходил раньше второй трамвай и десятый по моему здесь вот стоит у нас паровоз древний наверное он ещё возил на войну наших земляков бойцов из Узбекистана и привозил с фронта раненых вот с этой остановки частенько я уезжал когда приходил в гости навестить тётю ждал здесь второй трамвай или 25 автобус да вот по этой улице очень вот ещё остались куски рельсов а нет это не рельсы а может и рельсы а нет рельсы были посередине улицы эти дома старые были построены ещё в 70-е года теперь это называется Махаля Биродарлик что в переводе с узбекского означает братство о автобус едет сороковой наверное а в той стороне у нас тизиковочка сейчас мы едем от транспорта на институт в сторону тизиковки 40 30 20 30 м 70 30 м нет можно в 19 whenever Улица Гейдара Алиева названа в честь предыдущего президента Азербайджана. Здесь есть Азербайджанский культурный центр. И вот, друзья, мы подъезжаем к улице Саракуль. Это магазин Космос. Вот это у нас Саракулька. Мало изменилось. Вот магазин Космос. Раньше он так назывался. Уже здание в стиле сталинский анпир. Весокие потолки, деревянный пол, кирпичные стены. А это улица бывшая Червякова. Там находится психбольница. Вдалеке мы видим храм. госпитальные. Сейчас мы подъезжаем к вокзалу. Сейчас я вытуду и на вокзале проснимаю. И вот мы на привокзальной площади. автостанция осталась позади. Вот так выглядит Ташкентский вокзал на закате дня в конце ноября. Вот такой сейчас Ташкентский вокзал. Вот так выглядит. Все. Смотрите продолжение в следующей серии. Это памятник 14-ти туркестанским комиссарам. Вот от него остался только постамент. Видимо, здесь собирается что-нибудь другое установить. У кого еще какие воспоминания связаны с этими местами, пишите в комментариях, не стесняйтесь. На этом, я думаю, закончим сегодняшнее видео. Вот такой вот у нас Ташкентский вокзал.